Алексей Валов возобновил практику личных приемов в городских и сельских поселениях. Власти на местах работают, но проблем, требующих вмешательства руководству района, везде хватает. Вот и прием в городском поселении Свердловский, таковых выявил несколько. От жителей деревни Корпуса с целым блоком вопросов пришла на прием Елена Политихина. Для этого отдаленного уголка поселения больной вопрос – транспортное сообщение. Необходимо сделать разворотный круг для автобусов, а то они вот-вот откажутся заезжать в деревню. Но мешают несколько незаконно поставленных гаражей ракушек. Поможем суде юридическим сопровождением. Я думаю, что сам вопрос решим, чтобы освободить площадку, транспортный круг, чтобы уже у вас не было каких-то мыслей о том, что это сможет как-то влиять потом на логистику при перевозке детей, в том числе в школу. Несколько человек записались на прием с жалобами на работу Мособл ЕРЦ. Скоро год, как работает эта система, а квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг до сих пор приходят некорректные. Люди вынуждены каждый месяц ездить в Щелково, выверять платежи. 560 рублей за капитальный ремонт. Я отдаю эти деньги в полном объеме. Они мне присылают следующие квитанции, что я туда отправила 400 с чем-то. Извините, я полностью заплатила за капитальный ремонт. Почему? Это ограничивает сбор. Я отказываюсь так платить. То есть здесь я вижу, мои деньги не доходят. Алексей Валов тут же отправил запрос руководителю Щелковского офиса Мособл ЕРЦ и взял вопрос над дополнительный контроль. Ситуация, когда уже 9 месяц пошел, а такие, будем говорить, искажения в единоплатежном документе уже недопустимы. Уровень специалистов в Мособл ЕРЦ в нашем Щелковском районе гораздо ниже, предположим, чем в Ногинском районе. Поэтому будем работать для того, чтобы, может, они поделились опытом и Ногинских специалистов к нам прислали, чтобы научить наших правильно работать с этим владежным документом. Вмешательство районных властей требует и проблема, которую озвучила Дания Сапожникова. Три года назад областные власти построили дорогу от поселка Свердловский до 10-го КПП Звездного городка. С тех пор ее никто не обслуживает. Мы по этой дороге все возим детей в школу Звездное городок. Дорога находится в отвратительном состоянии. Просто мне хотелось бы знать, на чем балансе находится эта дорога. Полтора километра проходит по территории Свердловского и Анискинского поселений. Оказалось, дорога никому на баланс не передана. Но над решением проблемы уже подумали специалисты дорожного управления. Мы оформим район и будем содержать. Вчера ее прошли греймером, расширили, полностью прочистили. На прием к руководителю района обратились люди по вопросам качества воды, установки общедомовых приборов учета, переселения из ветхого фонда, предоставления земельных участков, содержания дорог в садовых товариществах и другим. Все вопросы Алексей Валов взял на контроль. По каждому обращению дал поручение своим заместителям, местным руководителям, поставил конкретные сроки принятия решений. Практику выездных приемов намерен продолжить. Дальше будем выезжать, дальше будем работать. Надо коллегам помогать, надо их на другой уровень общения с жителями и на другой уровень решения проблем жителей выводить.